Володьево это для ребенка как лекарство, это наше природное масло, когда прочищают все трубы. Это первые три дня у ребенка идет черный кал, это кровь, плодные воды, которые заглотали. Это вообще не про это, это вообще не про еду, это именно про чистка нашего организма. Что такое материнское молоко? Это тоже не про гной, это не про еду. Материнское молоко это когда мать, как существо, которое здесь уже живет, в этой плотности, которое говорит своему ребенку о принятии. Она всегда, чем дольше мать хормит в груди своего ребенка, он потом ребенок сам отказывается. Тем больше он понимает, что его в этом мире ждут, что он желанный, что он пришел сюда не просто потому, что он захотел, или не просто потому, что мы захотели, а просто потому, что он здесь должен найти свой опыт. И когда она ему с удовольствием дает грудь, это не про еду, не про дно, не про что. Это даже не про духовную близость, это мы же... Нам говорят, что повышение иммунитета. Это уже, да, это как бы поверхностное повышение иммунитета. По факту это немножечко глубже смотреть, это немножко глубже, чем это просто еда, либо то, что мама ест или не ест. Потому что я уже говорила, что у меня получилась такая ситуация, что я три с половиной месяца не ела. И вот когда первые триместры, когда формируются все внутренние органы у ребенка, у меня формировались у него полностью на негене. Когда я его не ела вообще ничего и не пила ничего. У меня так сработала физиология. У меня ребенок родился, я прекрасно знаю, что нужно и дальше было не есть у него. Но так как я была, во-первых, старородящая... А сколько из молодых это было? Тридцать два. Старородящая. Во-первых, вторая. И получается, что старородящая была, во-первых, только косматик. Меня наблюдают несколько врачей. И когда они видели, что я не прибавляю и не убавляю в течение первого всего триместра, они говорят, наверное, мы тебя положим в больницу. Вроде бы с плодом все хорошо, но прибавки здесь и нет. И когда они мне это сказали, мне просто стало ответом, блин, я же ничего не ем. Ну ладно, наверное, правда, начинать есть. И вот в течение двух недель как бы я разъелась. То есть в первые две недели организма не перенимала на какую-то. Я понимаю, что женщина может спокойно, она на полной актануре, если у нее не аскезы, а именно ей не хочется, она спокойно может выносить абсолютно здорового ребенка. Ребенок родился у меня амбидектора. Ну, в садике успешно переучили, конечно. Амбидектора – это когда и правое небо полуша, и абсолютно одинаково работает. Он мог и одной рукой сделать, и другой, и обеянный, он рисовал, например, одной руками сразу же. То есть он в этом смысле… У меня тоже была левша, меня мамой переделали. Так я левша тоже. Но на то у меня сейчас внучка, старшая дочь, и я стал конкретно левша. Но это раньше, что не было. Сейчас это было не делаю. Сейчас реально, если ты левша, то левшом не остаешься. Да, но когда ребенок у тебя то правое левшо, они еще принимают. А когда ребенок то правой рукой левой есть, то левой, то берет две ложки, например, ложку и вилку начинает есть, у воспитателей не срабатывает, как кажется так. Либо трусы, либо крестик. Либо правое, либо левое. Что ребенок делает двумя ложками, двумя карандашами, у них это вообще никак. Причем я сколько говорила, они говорят – хорошо, хорошо. А потом меня вызывали, он говорит – ну вы понимаете, что это ненормально, когда ребенок сидит и рисует двумя руками. Я говорю – конечно, понимаю, это не правильно. Но… Не знаю, у нас был офис, обчитывал лекс, она сама это могло, и она сказала, что как раз вот такие полушамые дети, они думают, что не будем обижать право полушамых, но все-таки у головы они как-то по умнее. Ну и поэтому вот сейчас там ДНЦФа их не переучили. Не переучивают ни в школах, ни в садах. Да, но вот именно, если кто-то одной рукой, когда двумя руками не понимают. У нас тем более были воспитатели, мы жили в пригороде, то есть у нас дом был в пригороде, и там обычный сельский садик. Причем я так радовалась, что у меня ребенок пошел в сельский садик, это может быть каким-то русским народным сказком, а там все не так, как я предполагала в результате. Там как бы не понималось, как это, ну ладно, левой рукой, но это мы еще терпимо. Но когда ребенок двумя руками, вы понимаете, что у него будет разгалансировка всего сознания. Когда происходит инсульт у детей, взрослых, я уже как говорю, что правое полушарие, вот если бы повреждено правое полушарие, то левая сторона не работает, там перекрытся. Если левая, соответственно, правая. Так вот, когда происходит инсульт, то логопеды, ну там и невопатологи, они вот именно работают с той стороной, где произошло вот это вот поражение, они начинают работать, значит, вот противоположной стороной. И, соответственно, одновременно они работают с другой стороной, чтобы восстановить вот эти синаптические связи, которые там были потеряны, в другой половине. И идет реальный компенсаторный момент, и люди начинают разговаривать, и идет восстановление клеток. И это просто вот, ну, доказано, это в больницах, ну, в нормальных больницах это существует. Поэтому, как бы, если ребенок левша, ну, а чем больше, что левша, то реально это уникальности, это надо вам приветствовать. Ну, вот этот вход, наверное, отстал, если он изменился, так воспринимают там учителя. Да, у меня даже видео на ютубе где-то есть, где он там стоит, дом рисует, там, залез на место. Так вы переучили в итоге, да? Не я, нет. Там воспитатели переучили, а сейчас, как бы, я ему говорю, вот этот, ну, то есть, например, у него клюшка, у него другой хват. Никак не прошу эту клюшку, а как у левши хват. Вот. Например, футбол играет, как левша, пишет правый. То есть, у него вот так вот. переключения, да, по сути? Но у нас же даже упражнение, да, у них именно на двух руках делаются, чтобы развить эти центры мозга, и не узнавающие, это же какие-то должны быть подставы учителя. Да, да. К сожалению, такое тоже у нас нет. Ну что, 20 минут перерыв? Продолжение следует... Продолжение следует...